Вакцинация в Новооскольской ЦРБ идёт в штатном режиме. На сегодня первым компонентом привиты более тысячи человек, в их числе Наталья Кодинсова. Для неё сделать прививку было особенно важно – ухаживать за отцом, ветераном Великой Отечественной. Ситуация всё-таки с вирусом пока ещё сложная. И чтобы не заболеть, не заразить своих близких и окружающих людей, с которыми всё-таки как-то приходится введаться, поэтому решила сделать. По крайней мере, будет уже какая-то уверенность в том, что я защищена хотя бы прививкой. Это уже большое дело. Фонд поколения депутата Госдумы Андрея Скоча помог больнице с приобретением морозильной камеры. Это необходимость для хранения вакцины. А с термоконтейнером её можно доставлять и в сёла. Термоконтейнер у нас применяется мобильными бригадами. Их сейчас у нас четыре мобильных бригады. Мы выезжаем по сёлам. График утверждён заранее. Люди у нас собраны заранее, посписочно. Выезжаем абсолютно по всем сёлам Новоскольского городского округа. Оборудование для пунктов вакцинации в феврале получили также Губкинская, Валуйская и Чернянская ЦРБ. Всего же на борьбу с пандемией фонд поколения уже направил более 75 миллионов рублей. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на Мире Белогорья.